Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, я руководитель и основатель школы эмоционального интеллекта и психотерапии и автор канала на ютюбе Невроза Мегаполиса, который с 2011 года рассказывает о панических расстройствах, о неврозах, тревожно-депрессивных синдромах. Я был одним из первых блогеров России, кто начал заниматься этой темой и вот я уже этой темой занимаюсь 15-й год. Частной практики, семинаров, конференций и вебинаров. Сегодня мы с вами поговорим о панических атаках, а точнее о четырех самых главных ошибках, которые делают люди и они из-за этих ошибок не могут справиться с паническими атаками. Ко мне каждый день приходит великое множество сообщений со словами Алексей, я не могу справиться с паническими атаками, я вроде все посмотрела, материалы изучила или изучил, но уже несколько лет не могу справиться с паническими атаками, у меня что-то не получается. Значит, давайте внимательно сейчас разберем четыре основных проблемы, которые приводят к тому, что терапия не случается. Ошибка номер один и она, к сожалению, достаточно частая ошибка. Люди называют панической атакой совершенно не паническую атаку, они называют тревогу панической атакой, потому что много блогеров пишут, в интернете пишут, люди пишут какие-то симптомы, им говорят это панические атаки, это похоже, но на самом деле это не так. Давайте разбираться, чем отличается высокая тревога от панической атаки. Все на самом деле очень просто. Вспомните, как ведет себя человек во время паники. Если человек паникует в самолете, если человек паникует в каком-то пожаре, если человек паникует на дороге и так далее, человек бежит, он спасается. Сам термин паник атак означает паника психогенного происхождения. А есть обычная паника, да, это паника техногенного происхождения, когда пожар там или еще что-то. Так вот, суть слова паника это конкретное бегство во спасение, суета, сильное бегство во спасение. Все это поняли? Поэтому паническая атака всегда отвечает на вопрос, как ты себя спасаешь, что ты делаешь в этот момент. Кроволол, феназепам, скорая, родители, друзья, люди, вода, караул, помогите, вызовите врачей, я умираю или схожу с ума. Человек доводит себя до паники и спасается. Если человек не спасается, никуда не бежит, никуда не щемится, у него просто вегетативная активность, бьется сердце, ему дискомфортно, это не паническая атака, это высокий уровень тревожности, не доведенный до паники. Разница между высоким уровнем тревожности и паники это высокий уровень тревожности, который все-таки дошел до панического спасения. Караул, помогите. Понятно примерно разница? Почему эта ошибка очень важна? Потому что техники работы с паническими атаками это поведенческая психотерапия. И здесь необходимо выполнять определенные упражнения, которые основаны на работе наших рефлексов и условных стимулов. А техники работы, если так можно сказать, с тревогой, это уже проработка самой личности, которая создает хроническую или эпизодическую тревожность, которая привела человека к тревожному расстройству. Поэтому прежде чем лечить у себя панические атаки и делать какие-то упражнения, вы удостоверитесь, что вы действительно испытываете панические атаки, а не, как обычно это бывает, сначала были панические атаки один, два, три раза, а потом просто стала общая тревожность. Это очень важно. Значит, ошибка номер два тоже очень частая заключается в том, что люди избегают, они все понимают, они все знают, они знают, что панические атаки безопасны, они знают, что от этого никто не умрет, они знают, что никакой проблемы не будет, но они все равно избегают вегетативного напряжения и избегают лишний раз панической атаки, потому что им приходит в голову, что вдруг все-таки сегодня я умру, вдруг все-таки именно этот приступ, вдруг все-таки я буду эксклюзивным, и именно у меня такое случится, вообще не хочу это терпеть, поэтому ну его нафиг, я лучше на метро не поеду, поеду на такси, не полечу, поеду на поезде, один не пойду, пойду с друзьями, одна не останусь, возьму с собой подругу, ну и так далее. Или вообще лучше положу с собой транквилизатор с какими-нибудь капельками, да, успокоительными. Вот это очень важно понять, что если вы все поняли, но вы не контачите с вегетатикой, избегаете ее, не контачите даже с теоретической возможностью запаниковать, вы никогда не избавитесь от панических атак. Объясняю почему. Чтобы избавиться от панических атак, самая главная задача – это доказать себе безопасность. Не объяснить, а доказать себе безопасность. Об этом мы поговорим в следующем ролике. Как говорится, давайте поэтапно, чтобы у вас путаницы не было. И вот когда человек не контактирует с паникой, неправильно делает упражнение по контакту с паникой, у него нет опыта безопасности. И, естественно, мозг не верит. Он никогда не поверит, если вы просто прикоснулись, ушли в сторону. Прикоснулись, ушли в сторону, или лучше не прикоснулись. Это то же самое, что вы боитесь, например, летать на самолете, но вы на нем не летаете. Вы на поезде ездите, но говорите, да, я вот знаю, что делать в самолете, если я буду тревожиться, я все в курсе, но я правда не летаю, да. Поняли. Вторая ошибка – это отсутствие самого контакта при полном понимании безопасности. Многие клиенты приходят и говорят, здравствуйте, Алексей, я справилась с паническими атаками, хочу проработать тревожность, общее невротическое состояние, от которого все началось. Я говорю, вы точно избавились от панических атак? Да, точно. А потом выясняется, что да, избавилась как бы от панических атак, но когда возникает вегетатика, я успеваю что-то выпить, какие-то капельки, одна не езжу, в метро не хожу, прикрывается эта вся история дискомфортом, ну его нафиг, на самом деле люди не доказали себе безопасность. Третья ошибка заключается в том, что люди в самом конце контакта с вегетативным напряжением, скажем так, все-таки себе помогают. Они все-таки выпивают какой-то корвалол, какие-то транквилизаторы, какую-то воду, они как-то себе подыгрывают. То есть они, это называется читинг, да, когда человек что-то все-таки делает для того, чтобы ему стало легче. Что-то именно делает, зовет на помощь или что-то употребляет. И вот этот читинг тоже не дает опыта, контакта и самообладания, самосовладания с паническим приступом. Потому что, напомню, что панические атаки это привычка себя паниковать. Это не приступ сердечный, это не приступ сосудистый, это приступ, привычка себя паниковать при вегетативной стимуляции. Вегетативная стимуляция это стимул, реакция, тревога, подкрепление, побежали спасаться. И так по кругу. Потом амигдала, зона мозга запоминает, в каких это местах было. И так формируется условный рефлекс по принципу стимул, реакции, сбегания и пошло-поехало. И четвертая ошибка, самая последняя, люди терпят. Им сказали, проживайте панические атаки, и тогда вы от них избавитесь. И люди думают, что надо, сука, терпеть. Надо потерпеть, значит, их там мокрое. Они говорят, бля, как это же насилие такое, нужно терпеть. Проживи, проживи, я проживаю. Ребята, прожить и получить опыт безопасности не имеет ничего общего с терпи. Это не протерпеть, это не надо держать плиту над головой. Вообще, чем сильнее вы держите плиту, как бы в кавычках, над головой, вспомните третий закон Ньютона, сила действия равняет силе противодействия. Чем сильнее вы терпите, тем хуже вы себя чувствуете. Поэтому четвертая ошибка, люди неправильно понимают упражнения. Они терпят. Надо, наоборот, пойти от обратного. Надо не сопротивляться. Как серфер, который ныряет под волну. Вот эта волна начинает нарастать, нарастать, нарастать. Вы от нее не бежите. Вы идете как бы на нее. Об этом я вам расскажу в следующем видео, которое будет называться «Как справиться с паническими атаками» или «Правильная техника проработки условных рефлексов себя паниковать». Надеюсь, вам понравилось. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся. Счастливо.